привет мы с вами находимся в очередном видео уроке в котором поговорим о дизайне рекламы именно цифровых товаров в принципе что такое цифровой товар а цифровой товар это может быть или же информация очень ценно и полезно или же это может быть программное обеспечение то есть если эта информация то это может быть любой обучающий видеокурс любая допустим какая-то школа на видео формате это может быть и аудио информация в mp3 формате например или же на обычном сиди что такое программное обеспечение что это может быть это могут быть различные программы для работы именно с компьютером это винтус это ворд это все компа программы которые есть на нашем компьютере это может быть антивирусное различное обеспечение программы которая защищает наш компьютер от вирусов то есть все это мы знаем да так вот вопрос в том как можно представить программу для того чтобы ее можно было скажем продавать то есть как сделать так чтобы наша программа которая как существует на нашем компьютере в отдельном файле или же в группе файлов как сделать так чтобы можно было делать продажи этой информации как раз вот на помощь нам приходит прием визуализации то есть он мы создаем для этой информации ценной такой вот 3d оболочку то есть мы имитируем такой вот пакет информации а мы создаем 3d вот модель этой программы то есть программное обеспечение и информация она записывается на диски а сиди или dvd они упаковываются в коробке для них и как раз вот мы сейчас находимся на сайте касперского это лаборатория антивируса сайта касперского и здесь как раз вот яркий пример рекламирования программного обеспечения антивирусных программ используя вот такие вот 3d обложки то есть это очень мощный а инструмент когда мы представляем продажи именно цифровых товаров в таком виде ну кроме этого цифровым товаром а может являться также книга то есть книги сейчас такая тенденция что все более больше и больше книг появляется в интернете именно оцифрованными то есть не от сканированные листы допустим да а электронные книги с системой навигации внутри и как раз вот для такого товара тоже нужно выгодное представление его в сети интернет чтобы можно было разместить эту модель скажем эту рекламу на сайте и всегда скажем повышать отдачу вот этого предложения то есть если мы просто да напишем что вот у нас книга какая-то существует то есть какой-то текст на рекламной этой книге но эту книгу мы никак не визуализируем то есть нет скажем никакой обложки для него то это всегда менее интересно зрителю а когда у нас существует красивая 3d обложечка для нашей книжки или для нашей программы где написано название программы автор там аннотация краткое содержание представленного в этом паке то есть упаковки то это всегда нам более интересно смотреть ну то есть вот как в этом случае да можно было просто написать что у нас есть такая вот программа писать все но когда у этой программы еще есть 3d обложка вот как раз о лаборатории касперского а существует не только вот такие модели на в интернете но также уже продукты поставляются таких вот фирменных обложках то есть но в принципе можно было бы сфотографировано реальный продукт и разместить его фотографии в интернете но существуют другие способы по рисованию скажем этих обложек и стоит сказать вам что эти обложки можно нарисовать как программе coral draw как программе photoshop также в иллюстраторе это можно сделать я раньше тоже так делал рисовал в coral draw обложки для своих информационных продуктов но я нашел для себя программу которая мне очень облегчила вот именно эти задачи облегчила мою работу то есть а я вам сейчас я представлю что это за программа эта программа называется и кава пинжина сейчас я отключу вот вот эта программа и кава пинчин это программа которая специально предназначена для создания а 3d обложек таких вот объемных виртуальных моделей наших цифровых товаров с этой программой мы со всеми функциями познакомимся в конце этого видео урока в практической части мы создадим такой вот информационный рекламный материал по туристической тематике это будет путеводитель видео формате по греции то есть мы создадим такую 3d модуль модели этого продукта но вкратце если говорить о этой программе в ней есть в принципе все что нужно то есть в этой программе можно создавать как вот стандартные коробки да вот здесь есть несколько вариантов что мы можем с помощью этой программы создать стандартная коробка утонченная широкая такой вот вариант вариант кубической коробки книга вот со страничками то есть я мышкой сейчас вот перетягиваю вот здесь вот и вращаю вращаю вот в каком нужно направлении эту коробочку то есть эта книга это может быть вот журнал тоненький на это может быть тетрадь на спирали это может быть тетрадь на широкой спирали так это может быть упаковка для обычного компакт диска сиди кейс это может быть упаковка для 9d диска 9d кейс а также это может быть значит коробки на 2 3 и 4 книги то есть вот такой вариант 4 них упакованных в одну коробку что необходимо в самом начале когда мы начинаем вообще разрабатывать именно дизайн 3d коробки ну как я уже сказал мы будем разрабатывать дизайн 9d кейс то есть у нас будет коробочка на 1 9 первое что необходимо сказать нам нужны джипеговский или в другом формате растровые файлы которые мы будем использовать на этой коробке то есть у коробочки существует вот это вот лицевая часть вот это вот обратная часть и у этой коробки нам еще необходимо будет сделать вот рисунок на поверхность диска то здесь вот в программе как раз вот на вкладочке имиджес есть три вот таких вот поля фронт это фотография передней части растровый файл бэк это задняя часть и вот сейчас немножко не видно вот и место где мы выбираем именно растровый файл вот именно 9d под рисунок на 9d нажимая кнопочку select мы выбираем эти файлы и сейчас мы с вами зайдем программу corel draw x3 создадим эти файлы и после чего у нас получится коробка что необходимо сказать еще прежде чем мы начнем верстать так вот эти вот размер на них нужно обратить внимание это оптимальный размер для вот этих вот наших изображений то здесь такие вот подсказки чтобы мы правильно выбрали размер пропорционально этим размером чтобы когда мы будем помещать уже готовые наши изображения вот эти вот места чтобы не было искажений то есть из или сужений то есть чтобы мы правильно выбрали пропорции наших изображений чтобы правильно подобрали необходимые размеры значит для передней и задней части у нас размер 280 на 400 значит этот размер у нас указывается в пикселях это может быть в принципе любой параметр сантиметры миллиметры то есть главное чтобы соблюдалось отношение то есть если здесь 280 то здесь 400 пикселей давайте так и сделаем программе corel draw я перейду в нее так для начала я нарисую прямоугольник размером 280 на 400 миллиметров сначала произвольный и теперь панели параметров так значит ширина 280 на 400 так вот такой вот получился большой размер то есть я могу сейчас пропорционально немножко уменьшить он нам таким большим не нужен где нибудь вот так вот так это у нас будет передняя часть копируем влево это будет задняя часть так есть ну и давайте уже начнем дизайн значит я подготовил кое-какие растровые изображения которые я хочу использовать в этом дизайне сейчас я их импортирую в документ corel draw x3 нажимаю кнопочку импорт так захожу то место где они расположены у меня на компьютере так и вот мы и три файла раз два и три то есть я их выделил нажимая на клавиатуре клавишу control и кликая левой клавишей мыши на каждой из них нажимаю кнопочку импорт кликаю кликаю раз кликаю два и кликаю три так это есть отлично так значит на лицевую часть я поставлю вот эту вот фотографию достопримечательности Греции для этого я ее немножко увеличу чтобы она была больше размером и просто вот за правую клавишу мыши я тяну ее на мой прямоугольник отжимая правую клавишу и нажимаю левой клавишей вот в открывшемся контекстном меню поместить в контейнер отлично теперь нажимаю правую клавишу редактировать содержимое то есть мы сейчас будем редактировать содержимое так называемого power clip то есть это когда мы изображение помещаем вот в форму я кликаю на изображение и немножко его подбегаю правее так отлично вот здесь внизу нажимаем завершить изменение объекта так отлично что мы сделаем теперь теперь я возьму вот здесь у меня есть растровое изображение так мы его не будем увеличивать потому что оно довольно таки слабенького качества пускай оно останется вот в оригинальном размере и я сделаю следующее я его помещу вот сюда так немножко выше отлично так и теперь я его размножу вниз зайду в меню правка шаг и повтор так здесь вот при стыковом окне мы указываем что по горизонтали у нас смещения не будет по вертикали у нас будет значит интервал между объектами мы ставим 0 направление вниз сейчас попробуем количество копий у нас 4 нажимаем применить вот то что нужно то что нужно отлично то есть мы видим что у нас получается наш растровый файл состоит из двух вот этих вот иллюстраций поэтому они копируются у нас таким вот образом по две нажимаю еще раз применить отлично так и здесь я думаю будет достаточно одной копии нажимаем применить отлично выделю эти все объекты и вот растяну до самого низа отлично так 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 есть теперь давайте еще еще я хотел бы поместить сюда флаг Греции давайте зайдем в сервис google картинки и наберем там слово Греция там даже можно Греция флаг именно точно давайте выберем вот этот вот посмотрим так здесь у нас есть копирайт внизу не будем его убрать вот этот вот посмотрим ну вот это отличный вариант нажимаю правой кнопочкой мыши копирую рисунок буфера обмена возвращаюсь в программу CorelDRAW так захожу в меню правка специальная вставка так и Bitmap нажимаю ОК так сейчас мы получим наш флаг немножко уменьшаем уменьшаем так ну и где-нибудь вот такого вот размера я бы даже этот флаг поместил бы вот сюда где ступенька или же или же а давайте его вот сюда в правый угол поставим посмотрим вот так даже лучше у нас получается так супер что нам еще значит у нас будет DVD в этой коробочке значит нам нужен логотип DVD так забиваем в строке поиска DVD на английском так 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 смотрим где у нас есть подходящий нам логотип так ну вот DVD видео берем его копируем рисунок буфера обмена возвращаемся в Corel заходим в правка специальная вставка и аналогично вставляем его в наш документ вот где он у нас появился вот какого большого размера давайте немножко обрежем ненужные нам части оставим только лишь наш логотип без вот этих вот полей которые мы не будем использовать и два раза кликаем в середине выделенной части отлично так переносим наш логотип сюда так и я бы предложил сейчас убрать вот белый фон как мы это можем сделать мы с вами можем зайти в растровое изображение и нажать редактировать растровое изображение у нас сейчас загрузится программа корал фото пейнт где с помощью определенных функций мы удалим наш белый фон идет загрузка этой программы вот открылось окошко значит здесь мы сейчас заходим в меню выделения так 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 точнее даже мы в него зайдем сейчас немножко позже мы выберем на панель инструментов раскрываем группу и выбираем выделение волшебной палочкой что это нам даст вот мы сейчас кликнем на белую область и она у нас вся выделиться но в серединке у нас еще необходимо я вот сейчас приближаю изображение с помощью ролика на мыши необходимо еще выделить вот здесь внутри то есть вот эти буквы их тоже сделать выделены для этого чтобы и этот фон и здесь мы могли выделить одновременно я зажму на клавиатуре shift и кликаю на букву есть 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 и последнюю букву есть теперь нам необходимо сделать так то есть в данный момент у нас сейчас выделена вся вот белая часть нам необходимо сделать так чтобы только лишь черный у нас был выделен поэтому заходим в меню выделения и инвертируем то есть обращаем вот так вот теперь у нас только черные объекты выделены заходим в меню правка так здесь выбираем копировать только лишь выделенные то есть черный наш текст все в принципе теперь можно уже закрыть coral photo paint оставить содержимое буфера конечно да сейчас у нас там вырезанный наш логотип сохранить изменения файли изображения нет но нам не нужен этот файл то есть нам нужно только лишь то что у нас в буфере обмена я сейчас нажимаю кнопочку вставить то что у нас находится в данный момент в буфере нажимаю вставить и у нас сейчас сейчас посмотрим где то появился вот он этот логотип переносим его сюда и смотрим как у нас получилось отлично получилось теперь вот это можно удалить так о DVD видео мы поместим туда куда я хотел поместить изначально флаг уменьшаем размер с этой стороны вот по моему очень хорошо можно сделать сейчас посмотрим обводку какую нибудь точнее даже давайте применим эффект тени я выберу тень так выберу заготовку medium glow так и вот в цвете укажу белый здесь укажу обычный так ну в принципе отлично у нас получилось так есть теперь давайте напишем здесь вверху слово Греция напишем его таким интересным греческим шрифтом так Греция шрифт мы с вами выберем так сейчас откроется окошко со шрифтами вот DS Greece это специальный такой вот греческий шрифт который нам идеально подходит DS Greece ну если у вас этого шрифта нет я его приложу к этому уроку чтобы вы могли его использовать в свою коллекцию так отлично давайте поиграемся с цветом попробуем установить надпись белым ну так она хуже смотрится текст хуже читается поэтому я предлагаю оставить вот таким вот напишем чуть ниже путеводитель 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 на DVD так сделаем шрифт микради и немножко уменьшаем так ну отлично с первой страничкой мы вроде бы как бы завершили и теперь давайте оформим нашу последнюю страничку тоже возьмем изображение растровое греческий пейзаж то есть мы должны в этом скажем дизайне показать все прелести как человек может отдохнуть получить какие удовольствия ну прекрасных греческих пейзаж то есть ну вот так вот мы поместили можем немножко подредактировать power clip ну например сюда вот переместить фотографию посмотреть как в таком виде будет я бы лучше оставил конечно дерево вот так вот дерево и немножко вот чтобы было видно пляж завершаем так супер сюда тоже мы переносим на последнюю страничку то что это у нас DVD я вот за правую кнопочку мыши перетягиваю логотип сюда так так есть флаг грекции тоже можем сюда же переместить так ну еще мы можем здесь вот на последней страничке сделать такое вот поле чтобы немножко описать собственно нашу вот вот Грецию именно словами то есть ну такой вот обычный прямоугольник я его залью черным сделаем ему прозрачным однородную прозрачность поставим где-нибудь вот так вот и вот здесь вот уже сможем каким-то белым шрифтом написать что-либо о Греции но мы сейчас не будем это делать то есть если у вас есть текст в документе каком-либо или текстовом блокноте вы просто сможете его сюда вставить теперь же давайте займемся еще вот чем значит нарисуем с вами непосредственно компакт диск я выбираю инструмент эллипс и зажимая control и shift на клавиатуре рисуем правильную вот окружность есть немножко уменьшаю нашу окружность зажимая на клавиатуре shift и сейчас я нажимаю вот когда у меня где-то ну вот так вот такого размера окружность я нажимаю правой кнопочкой мыши то есть я создал уменьшенную копию окружности то есть это у нас вырез в компакт диске выбираю эти два объекта где меньший объект на переднем плане по отношению к заднему большому объекту и нажимаю кнопочку исключить то есть из большего мы объекта исключили маленький вот эту окружность я могу удалить и вот что мы получили если я залью его белым то можно посмотреть вот сюда если перемещу что у нас теперь есть модель компакт диска именно DVD диска нужно немножко уменьшить до приблизительно такого размера то есть мы сейчас делаем приблизительно потому что мы делаем именно модель которую мы разместим или на сайте то есть там уже будут размеры совершенно различные но в принципе когда вы например делаете реальную обложку для диска то есть вы будете ее печатать но вы всегда сможете просто взять линейку померять вашу коробку для компакт диска точнее даже поле то поле в котором конкретно размещается эта обложка то есть вы будете знать конкретные размеры еще плюс вы должны будете учесть что у вас посередине должно быть еще вот место под сгиб просчитать вот эту вот всю длину то есть это если вы будете реально отпечатывать эту обложку чтобы создать ее реальный объект реальный реальную коробочку с полиграфией то есть вы посчитаете вот эту вот ширину сложите с шириной сгиба и добавите вот эту вот ширину и у вас получится какой-то размер ну а высоту не составит труда посчитать и тогда вы уже точно измерите значит вот это вот размер диаметр диска и соответствующего размера будете делать джипеговский файл чтобы его можно было печатать на специальном принтере который имеет возможность печатать на поверхности диска то есть ну в принципе здесь ничего сложного но в данном уроке мы делаем немножко другое мы создаем именно виртуальную модель поэтому здесь можно делать все приблизительно нет жестких рамок так что мы можем сделать еще я бы сделал следующее я бы сейчас взял бы фотографию с нашей первой странички зайду сейчас редактировать содержимое кликну на растровый объект и скопирую его сюда нажму завершение объекта так он у нас не появился сделаем сейчас по-другому то есть он у нас остался в том пауэрклипе внутри него я еще раз зайду редактировать содержимое кликну здесь вырежу его в буфер обмена полностью вот нажму завершить объект изменение объекта так и сейчас нажму кнопочку вставить по идее вот оно появилось так теперь мы сделаем это изображение как фон для нашего компакт-диска заправлю кнопочку мыши перетягиваю его на компакт-диск нажимаю поместить в контейнер смотрим отлично 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 но существует вот сверху и снизу небольшие белые поля я зайду опять редактировать содержимое и немножко увеличу изображение чтобы изображение выходило за края завершить изменение объекта вот то что нужно убираю обводку черную она нам не нужна отлично отлично у нас все получается флаг перемещаем сюда копируем точнее так размещаем его по центру нажму shift раз и второй раз кликну на флаге выровнять и распределить и так по центру открыть закрыть отлично отлично DVD тоже сюда отлично так выделю логотип выделил весь диск зайду выровнять и распределить и вот здесь отмечу по центру все отлично так теперь возьму надпись Греция за правую кнопочку мыши перетяну сюда ее скопировать уменьшаем так отлично за правую кнопочку мыши перемещаю этот текст скопировать сюда так и теперь давайте этот текст разместим вот путеводитель по DVD путеводитель на DVD разместим под кругу текст так 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 текст вдоль пути и подносим к нашему кругу центральному нажимаем левую кнопочку мыши вот отлично получилось можно немножко подкорректировать отодвинуть вот так вот покрутить нам больше нравится так ну вот я думаю отлично получилось сейчас DVD я бы еще сюда бы наверное подвинул все-таки ближе к краю вот здесь давайте попробуем использовать белый вот так лучше так лучше видно даже немножко черным бы я сделал такую вот небольшую тень так Греция вот так есть обычный вот отлично отлично у нас все получается супер так теперь в принципе вот как бы три изображения которые нам необходимы титульная часть задняя часть и собственно компакт диск у нас готовы поэтому сейчас мы можем их экспортировать из программы Corel и уже потом вставить в нашу программу Ecover Engineer выделяем нашу лицевую часть нажимаем экспорт так ну вот у меня уже здесь есть эти три файла я сейчас их удалю первое мы сохраняем под именем единичка gpg нажимаем ok и еще раз ok еще раз в заднюю часть делаем экспорт под именем 2 jpg нажмем ok так и выделим третий наш объект под именем под именем так теперь у нас есть три файла заходим в нашу программу Ecover Engineer есть выбираем теперь фронт то есть переднюю часть нажимаем select объект выбираем где находятся на нашем компьютере эти файлы в моих документах здесь здесь вот передняя часть то что нужно нажимаем открыть вот она у нас сейчас поместилась на наш объект выбираем back то есть заднюю часть нажимаем открыть она у нас сейчас разместится там где нам нужно и выбираем файл с DVD нажимаем открыть и сейчас если я поверну вот у нас тут есть ну здесь вот немножко да получилось что программа сама посчитала и вот белый вот круг немножко перекрыл вот нашу надпись то есть ну в короле просто нужно было немножко поставить дальше то есть это все практически устраняется так что мы можем сделать дальше давайте дальше поговорим о настройках то есть настройках этой программы как мы можем вообще кроме того что можно вращать да с помощью мышки наш объект определенные функции можно делать и в настройках которые находятся у нас вот в правой части этой программы зайдем на вкладочку e-color и здесь есть интересная функция именно для DVD кейса кейс angle то есть угол раскрытия точнее даже закрытия этой коробочки увеличиваем угол мы закрываем нашу коробку на необходимый нам угол то есть 180 градусов это полностью вот мы видим закрытая коробка уменьшая этот параметр мы немножко приоткрываем ее но это здесь все просто дальше идут параметры которые позволяют нам вращать и поднимать этот объект когда мы выбираем этот параметр у нас вращение идет относительно вертикали когда выбираем этот параметр вращение у нас идет относительно вот оси z то есть вот таким вот образом и вращение относительно оси xo ну вот расположение этих осей мы можем посмотреть во вкладочке сцена и вот здесь отметить параметры вот это значение show axis вот у нас появятся эти оси координат вот относительно них как раз идет вращение ну вот я на своей практике беру просто вот так вот мышкой как мне удобно вращаю до нужного мне положения так что здесь еще есть интересное а значит кроме этого есть возможность немножко поднять над поверхностью нашу вот 3d обложку наш нашу 3d модель то есть как раз вот функция лифт позволяет нам это сделать давайте идем дальше следующая вкладочка floor это вкладочка которая позволяет нам сделать дизайн для пола ну если мы нажмем вот здесь вот функцию то есть мы активируем наш пол можно выбрать для этого пола любое растровое изображение и сделать и разместить так скажем ну вот я сейчас выберу одно из изображений которое мы создали нажму открыть и вот этим изображением у нас замостится весь пол ну вот я обычно не использую эту функцию потому что это сильно сложно будет для восприятия то есть я всегда использую белое пространство вокруг потом с этим изображением легче работать ну можно также выбрать любой цвет этого пола вот так вот да ну и поставлю белый так и вот следующий момент рефлекшн 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 это отражение передвигая этот бегунок мы добавляем нашему изображению отражение то есть здесь все делается очень просто буквально совсем чуть-чуть необходимо изменить параметров чтоб добиться обалденного эффекта ну на вкладочке сцен мы можем или отдалять или приближать наш объект ну а здесь дополнительные функции вращения лифт это вращение в таком вот направлении elevation это по-моему вот вверх-вниз мы можем перемещать да и вот strafe влево вправо фронтбэк это тоже вперед-вниз то есть ну я совсем не понимаю почему дистанция и фронтбэк выполняют практически одну и ту же функцию то есть или приближают или отдаляют наш объект field of view делают практически то же самое так так и вот здесь вот есть параметр антиэлайзи то есть это сглаживание здесь вот когда мы делаем дизайн можно поставить параметр ближе к ускорителю графики скажем чтобы изображение проще простраивалось для того чтобы компьютер было легче или же передвинуть на максимальные возможные качества тогда процессы будут немножко затруднены но я вам советую когда вы делаете дизайн ставьте этот бегунок в самое левое крайнее положение чтобы максимально быстро у вас происходила прорисовка вашей модели а уже когда вы будете экспортировать сейчас мы об этом поговорим то вы уже поставите максимальное качество последняя вкладочка свет отвечает за положение источника света то есть если я сейчас вот немножко отодвину мой объект то вот желтеньким таким вот маркером показано положение источника света то есть изначально он находится вот здесь и его лучи вот так вот падает на наш объект на вкладочке light мы можем изменять координаты и положение по оси x y и z здесь вот like and shadow мы можем убрать видимость этого источника света или же включить можем убрать галочкой отбрасывание тени draw shadow то есть сейчас вот я приближу distance вот мы видим небольшая есть тень как раз мы ее можем отключить draw shadow можем эту тень сделать более темной вот так вот и вот есть еще такой параметр ambient light это дополнительный цвет общий то есть мы его тоже можем добавить по необходимости ну по этой программе я вам практически рассказал все теперь осталось остался вопрос как же можно это изображение вынять взять из этой программы на самом деле существует два способа как это можно сделать так я сейчас отключу координатные вот эти вот оси то есть когда мы уже определились с положением полностью вот смакетировали да нашу 3d модель то вы можете просто нажать кнопочку print screen скопировать в буфер обмена на то что у вас получилось здесь перейти в программу coral выбрать вправка специальная вставка и bitmap сейчас из буфера обмена ставится то что мы в него поместили взять инструмент обрезка и убрать ненужные нам части то есть так вот два раза кликаем и оставляем только лишь наш объект то есть это как первый вариант дальше мы можем сделать еще взять инструмент прозрачность и поставить здесь линейную прозрачность чтобы сделать плавный переход в ноль вот так вот вот отлично отлично это как первый вариант но кроме этого существуют еще специальные функции можем зайти в меню файл и выбрать save image и здесь мы можем сохранить наш файл результирующий в трех форматах bmp gpg и png ну вот по практике я вам скажу что намного быстрее просто сделать print screen максимально приблизить этот объект сделать print screen и просто его вставить в программу корот то есть это будет быстрее я думаю вам понравился этот урок мы с вами разобрались с возможностью создания именно 3d моделей как это можно делать быстро не задействуя программу именно конкретно для построения 3d моделей королы photoshop иллюстратор то есть мы сначала создаем вот эти вот файлы потом их просто вставляем в нашу программу ecover engine также вот на этой модели мы просто сейчас можем попробовать посмотреть как у нас бы выглядела книжка например да бук тоже неплохо да но здесь как раз у нас на боковую панель поместилась а 9 наши изображения здесь нам нужно знать фронт бэк и вот сайт как раз вот для сайда нам необходимо было нарисовать вот такой вот прямоугольник то есть но это уже как бы мелочи книжка у нас тоже вот интересно да выглядит согласитесь сиди кейс можно попробовать вот так вот да тоже сиди кейс интересно просматривается зайдем на вкладочку ecover вот приоткрываем отлично даже здесь немножко растянулось но не столько заметно вот как отлично все у нас получается с используйте эту программу я повторюсь что она будет приложена к этому видео уроку вы сможете кликнуть по ссылке и она установится на ваш компьютер на этом я данный урок заканчиваю всего доброго пока в следующем уроке будет еще интересно это видео интересно интересно это